Всем здорова, пацаны! Рад видеть вас на канале The Best Game. И сегодня у нас среда, она, естественно, стратегическая. И, естественно, наши поселенцы. Баншит, баншида или банишит, или я не знаю, как это правильно называть. Наверное, баншит всё-таки эта игрушка называется. Поправьте меня в комментариях, если я не прав. Погнали, пацаны! Так, на чём мы с вами остановились? Вот здесь нет дровосека, я правильно понимаю? Ну-ка, стоп. Чё-то я рано нажал, погнали. Слишком прям рано. Ну-ка, где дровосек? Травник есть, это хорошо. Я вообще здесь дровосека не вижу. В принципе. А, нет, вот он дровосек. Странно, почему мы его убрали? Наверное, типа потому, что у нас есть дрова, и всё хорошо. Так, ладно, ребят. Это всё замечательно. Но на самом деле нам сейчас необходимо... Жизненно необходимо другое. Жизненно необходимы нам сейчас ресурсы. А именно камень и железо. Камень и железо. Потому что нам нужно строить дома. Всё дело в чём? Всё дело в чём? Наши поселенцы без дома не будут размножаться. Понимаете? Вот в чём проблема. И мы можем столкнуться с демографическим крахом просто. Детишки не будут рождаться, соответственно, не будет новых поселенцев. И просто некому будет работать. Поэтому сейчас мы просто с огромной скоростью должны собрать камень. То есть назначить как можно больше рабочих. Уберём строителей. Одного строителя оставим. Нет, фермеры нет. Так, одного рыбака уберём. Пару охотников уберём. Травник пусть будет. Кузнец. Блин, нет, кузнец нужен. Вот. Кстати, ещё для кузницы нужно железо обязательно. Всё, поехали. Давайте, пацаны. Нужно добывать. Нужно это всё добывать. По большому счёту у нас здесь есть как бы камень и железо, я вижу. Но этого мало. Только, 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 только этого мало. А мы пока с вами дорожки построим. Вот что мы сделаем. Где они тут, кстати? Это не то. Во, во, во. Дорожки будут простые. Без всяких этих, знаете, ну, выпендрёжа без этого. Просто обычная гравийная дорожка. Да ё-моё. Давайте, ребятушки, давайте. Надо строиться, надо добывать. Всё больше и больше. Вперёд и вперёд. Нам нужно выжить. У людей уже нет инструмента, блин. Давайте, мои хорошие. Пополняйте запасы камня. Пополняйте запасы железа. Всё это нам очень нужно. Ну, а мы пока дорожку построим. Хе-хе-хе. Во. Кайф. Да ё-моё. Я просто привык, что, короче, в Workers and Resources Совет Republic там нужно эскейпом выходить из режима какого-либо. И теперь постоянно жмакаю на эту кнопку, блин. Так, отлично. Ну, так уже лучше гораздо. Потому что здесь, посмотрите, что в домах творится, живут какими-то, блин, шведскими семьями. Это же ужас просто. Ужас. Так, амбар нет. Рынок нет. Где дома? Так, каменный дом. Что для этого нужно? Дерево, камень и железо. Интересно, а вот эти дома куда повернут? Ну, скорее всего, вот сюда, да? Давайте эти тогда вот так вот сделаем. Наверное. Блин, этот не помещается. Так, нам нужно его повернуть. Так. И вот так, отлично. Замечательно просто. Хорошо, хорошо. Так, всё, стоп. Стоп, стоп, машина. Стоп, машина. Давайте уберём, наверное, теперь рабочих. То есть, так или иначе, здесь уже что-то насобирано. Я буду надеяться, что нам этого хватит для постройки домов. Поехали. Почему здесь пауза стоит? Строить это надо. Строительство этого здания приостановлено. А почему? Я не совсем понимаю, почему. Как его запустить снова? Алло. Построить, ну. Должна быть выполнена. Кто? Работа? Ну, понятно. А, всё. Я понял. Блин, а нахрена я это всё остановил? Я что-то не пойму. Так, отлично. Пока что всё отлично. Так, у нас по жрачке, короче, есть определённый провал. Ну, хотя рыба выручает, так или иначе. Ну, и плюс ещё они сейчас урожай соберут. Уже собирают, вернее. Здорово, здорово. Так, у нас июль. Но они, естественно, не успеют второй раз засеять, скорее всего. Запасы. Запасы. Чего? Короче, я не могу понять, что там написано, потому что играю в высоком разрешении. И, соответственно, эти буковки, они очень маленькие. Крёвки какой-то или покрёвки. Ладно, не суть важна. Короче, запасы чего-то там истекают. Блин, они очень медленно строят. Прям безумно медленно. А нам эти дома нужны, как воздух. Давайте пока гравийку проложим. Чё просто так сидеть-то? Отлично. Найс. Хорошо. Так. Ну, тут даже получилось, видите, такие аллейки перед домом небольшие. Ну, или за домом. Очень важно сейчас поднять население, поднять количество населения, чтобы людей было как можно больше. Потому что нам безумно нужны фермеры. Ну, в смысле, как фермеры. Не только фермеры, а вообще там строители, дровосеки там, ну и прочие, короче. Прочий сброд. Это чё за хрень? А, это можно улучшить, типа, наверное? Травник. Лимит трав 100. Поднимаем лимит до максимума. Здесь, видимо, нет бревен. А, нет железа. Нет, железа есть. А чё не работают-то тогда? В чём проблема? Материал необходим для выполнения работ нет в наличии. Понятно, железа всё-таки нет, да? Хотя здесь оно есть. Непонятно, опять же. Ну, ладно, это всё неважно. На самом деле, это всё херня. Нам срочно нужны дома. Мать его. Блин, очень медленно идёт строительство. Прям безумно. Так, давайте прокатим ещё одну дорожку пока что. О, хорошо. Ну и надо ещё заказать домов. Ещё раз повторюсь, я уже об этом говорил. Моя большая, большущая, прям прибольшущая ошибка заключается в том, что дома я начал делать каменные. То есть, сразу нормальные, человеческие дома. Не нужно было так поступать. Надо было начинать с чего-то попроще для того, чтобы было как можно больше жителей для начала. С рыбака ещё снимем сейчас. Фермеров, кстати, тоже можно снимать, я думаю. И, кстати, мы бы успели засеять второй урожай, но я этого не сделал. А, нет. Они сами это, они в автомате, короче, это делают, я понял. То есть, даже если бы я им приказал, видимо, они нихрена бы не сделали. 6500, ну всё, снежочек лёг, снежочек. Так, железо есть, камень есть, всё окей. Стройте, пожалуйста, дома, рожайте, пожалуйста, детей. Вернее, нет, не так. Стройте дома, заселяйтесь в дома, рожайте, мать вашу, детей, рожайте. К сожалению, ну, не было тогда такого понятия, как материнский капитал и такого финансового явления, в принципе. Поэтому надо рожать так, без этого, без материнского капитала. Надо рожать, друзья мои, давайте. Давайте, мои хорошие, нам нужны новые жители. Что случилось там? Запасы камня истекают. Насрать. Насрать. Да будем. Постройте хотя бы ещё пару домов. Так, вот здесь камень полностью завезён. Здесь тоже полностью. Здесь уже строительство идёт. Ну, отлично. Хорошо, хорошо, хорошо. Ну и надо будет расширять, получается, наши фермерские угодья. Вернее, даже, наверное, не расширять, а делать их разнообразней. То есть у нас не только должны быть какие-то посевы, да? У нас ещё должен быть какой-то скотный двор, скотник или что-то там. Ну, как это называется правильно? Такое здесь тоже есть. Здесь брёвен нет. Вполне возможно, что их вообще нет. Нет, лежат брёвнышки. Давайте, давайте, мои хорошие, давайте. Блин, надо с фермеров снять. Чё у нас там декабрь? Ну, сей, декабре они точно не будут. Убираем фермеров. Найс. Пусть тоже работают. А чё за... Чё за ё-моё-то? Так, ну камня нет, они точно ничего сейчас здесь не выстроят. Здесь камень полностью завезён, но брёвна не все. Общее количество работников в этой профессии. Так, центрировать это выделение. Что значит центрировать это выделение? Понятно. Теперь я понял, что это значит. Я не понимаю. Они, по-моему, ходят и мнут сиську. Не, пацаны, вам так не кажется? Они не делают ни хрена. Так, всё, короче. Убираем всех со строителей. Тринадцать уже строителей. Не, пацаны, они реально мнут сиську. Убираем их всех. Так, стопэ для начала. Видимо, не хватает какого-то ресурса. Так, что касается леса. Ну вот это точно можно всё вырубать. Давайте этим и займёмся, собственно. Сейчас. Собрать ресурсы. Сбор всего. Я искал эту кнопку очень долго. Сбор всего. Всё, поехали, пацаны. Главное, им тут ничего не отморозить, блин, при такой погоде, когда они будут сбор всего делать. Отлично, всё, понеслась. Хорошо, хорошо. Сразу повалили деревья. Молоточки застучали. Наконец-то вы перестали мять сиськандру, блин. Давайте, давайте, ребятушки. Надо строить дома, необходимы хижины вашим детям, вашим внукам. Плодитесь, плодитесь, мои умнички. Не стесняйтесь никого. Так, сбор всего нам нужен. Где? Где, где, где сбор всего? Вот сбор всего. Вот здесь ещё какие-то дикие залежи. Всякого дерьма. Ну, я так понимаю, они пока здесь не отработают, то туда не пойдут. Так, тем временем у нас уже февраль. Скоро засеиваться. Надо быть к этому готовым. Потому что без жратвы мы долго здесь не протянем. На одной рыбе, как говорится, это. О, оленина, неплохо. Охотник работает всё-таки. Но я не вижу, кстати, наших овощей, которые мы засеивали. Возможно, я их не вижу, потому что их нет. Так, давайте посмотрим, что у нас по жратве. Так, поле. Поле у нас есть, отлично. Сад. Да, сад это то же самое примерно, что и поле. То есть, ну, не суть. Пастбище. Так, предоставляет область для выпаса скота. Так, ну и рыбак. И чё? Здесь типа надо... Угу. Угу. А коров не надо закупать? 20 на 20 максимальное. Да, я понял. Хорошо. Так, 20 на 20 максимальное. Ну, пастбище мы, наверное, сделаем вот здесь тогда. Как только вот здесь это всё уберут, мы сделаем здесь пастбище. Да и сад, в принципе, неплохо было бы организовать. Наверное. Ладно, поехали. Пока что пускай всё это вырубают. Я, честно говоря, не вижу прироста дерева. То есть, они рубят, рубят деревья. Стоп, 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 машина. Так, нам нужны фермеры. Давайте пару. Тройку фермеров сделаем. Так, 4 фермера. Пастбище. Ладно, хрен с ним. Давайте сразу пастбище организуем. Может быть, к зиме уже что-то будет готово. Так, пастбище у нас будет вот здесь располагаться. Нет, не здесь, ребят. Хотя, почему бы и нет. 20, да? Да, пусть будет здесь, наверное. Не, здесь не будет пастбище. В жопу. Давайте сад здесь разобьём. Разобьём прекрасные сады. Сад у нас получается. Какие максимальные? 15 на... На 15, наверное, да? Да, 15 на 15. Давайте у нас будет один сад. Назначим строителей сейчас. На сбор ресурсов, ну, совсем немножко пусть будет. Людей. Так, отлично. Сейчас они расчистят. Интересно, а у нас есть что в саду посадить? Или, ну, для этого не нужно каких-то специальных ресурсов? Как в случае с полями. Сейчас посмотрим. Просто, возможно, мы зря будем строить этот сад. Блин, реально, пацаны. А нахрена я его сделал вообще? Ладно, пусть будет. Пусть будет, пусть будет, в любом случае. Так, дома строят. Отлично. Это меня очень радует. Я пока им помогу. Помогу им инфраструктурой. А именно дорогой. Хорошо, хорошо. Пусть их маленькие ножки бегают по нашим дорожкам. Та-та-та-та-та-та. Мерзнут. Мерзнут, сволочи. Потому что что? Потому что у нас нет дровосека. Давайте назначим. Дерево, в принципе, должно быть. Чисто теоретически. Эти еще и жрать хотят. Вот сволочи, а. А сожратвой-то реально траблы. Давайте-ка рыбачка еще одного. Надо, кстати, хижину рыбака назначить. Сделать еще одно. Блин, мерзнут. Это хреново, что они мерзнут. Но все дома заселены. Это что? Это что такое? А какой-то там Сергил рыбак живет с ребенком? Ну ладно, может это отец вдовец. Я, ну, типа это. Я не буду развивать эту мысль, потому что товарищ майор не дремлет. Так, ребят, ну пока все очень плохо. Прям безумно плохо. Не хватает еды. Охотник, охотник. Так, давайте назначим еще одного охотника. Так, фермеры есть. Собиратели нам пока ни к чему. Шесть строителей. Так, четыре рыбака будет. Потому что, ну, типа без жратвы нам никак не обойтись. Так, деревья здесь рубятся. Хорошо, хорошо. Пусть рубятся. Ну, рабочие прибавляются, я смотрю. То есть детишки выходят, так сказать, на социалистическую тропу, на тропу труда. Это радует. Не радует то, что, блин, дровосек у нас не работает. Но он работает, но как-то хреново. Есть инструменты у людей, это тоже радует. То есть мы решили эту проблему с дефицитом инструмента. Вот здесь, наверное, у нас будет пастбище. Хотя нет, здесь же можно будет сделать какой-то фарпост, типа для торговли. Ща подождите, ребят. Так, ща секу. Приют. Можно, кстати, приют замутить. Не, не буду. Рынок. Торговый пост. Вот, 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 вот. Позволяет торговать ресурсами с купцами. Блин, он стоит нехило. Так. Он должен, получается, частично располагаться на воде. Я же правильно понял, да? Вроде как. Во, вот так вот. Блин. Все. Отлично. Пусть будет, пацаны. Закажем строительство, а там дальше посмотрим. Нам еще нужен будет рынок обязательно, но для начала пастбище, потому что проблему с едой нужно решать. И нужно решать ее очень оперативно, так как население все-таки у нас растет. Пусть не так быстро, как хотелось бы, да и, наверное, ну, более быстрого роста населения мы бы просто не потянули. так как население. я еще раз напомню, оно имеет такое свойство жрать, кушать, короче говоря, собрать ресурсы вот эти вот. А то у нас здесь прям камень посреди нашего поселения лежит. Ничего хорошего. Ай, блин, чего-то там мало. Ну, ресурсов вообще я вот смотрю, я смотрю на наш склад и мне грустно. Что касается амбара, то здесь тоже радости очень мало. Ну, вон там рыбу тащат. Ладно. Будем надеяться, что зиму переживем. Так, у нас июль тем временем еще один увидел еще один прирост рабочего. Давайте, давайте, родные. Но здесь ресурсов просто не хватает, судя по всему. Хотя... А, да, камня нет. Камня нет. А-а-а. Зато здесь есть камень. Давайте, наверное, тоже назначим здесь сбор. Нет, сбор всех ресурсов здесь нельзя назначать, потому что они тогда выпилят весь лес мне. Так, а это что за хижина? Хижина лесника. Так. Ну, здесь все равно никого нет. Но пусть будет так. Тысячу поставим, лимит. Здесь уже заканчивается очистка, и это тоже не может не радовать. Так. Это у нас торговый пост. Здесь бы неплохо сделать дорогу. Грунтовочку сделаем. Так, и вот здесь вот так вот. Отлично. Так, ну пока пусть так, наверное, будет. Давайте, 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 ребята. Ну и, естественно, сразу же замутим пастбище. Так, пастбище у нас как идет? Пастбище у нас идет 20 на 20 максимальное пастбище. Хорошо. Значит, будем его мутить здесь. Отлично. Сада пока нет, пастбище пока нет, торгового поста тоже нет. Урожай почти весь убран. Хорошо, это хорошо. Мало, мало, очень мало еды, ребят. Прям критически, катастрофически не хватает жрачки. Еще одного охотника назначим, чтобы хоть как-то, блин, порешать эту проблему с едой. Так. Ну, грецкий орех давайте еще. Блин, на сад очень много надо этих фермеров. Они реально сейчас будут сеять грецкий орех? Они же не успеют его собрать. Ладно, насрать, пускай сеют. Может быть, он выживет и не погибнет в зиме? Да хотя, блин, это тупость. Ладно, пусть, 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 пусть. Сад можно срубить, прикольно. Так, здесь картофель. Ну, хотя, с другой стороны, сад, это же какие-то многолетние растения. То есть, видимо, ну, потребуется какое-то время на то, чтобы это все выросло. Строителей аж 16 надо. Зачем столько строителей, когда, блин, нет ресурсов на стройку? Я не понимаю. Так, ну, здесь вроде камешек добывается. Худо, бедно. Так, ну, орешек начал расти. Орешек начал расти и это радует. Нам нужны ресурсы, ребят. Кирды, как же нам нужны ресурсы. Но я вот здесь поставил сбор всего, но пока что нет, нет, идут, идут, что-то пытаются собирать здесь. Так, что у нас тут по ферме? Так, на ферме работают люди. Так, я сниму. Оставлю только троих. Чтобы они работали здесь. Так, здесь тоже есть чувак, короче. Что значит один? Количество граждан, работающих в этом месте. Один гражданин. Нам не надо здесь, чтобы вообще никто раб. вот так. Здесь тоже уберем. А вот сюда назначим. Ну, то есть здесь по-любому должны быть. Я так понимаю, деревья надо круглогодично за ними ухаживать, за этим грецким орехом. Остальные будут рабочими. Ну, а что делать? Потому что нам нужно собирать ресурсы. Сбор ресурсов это очень важно для нас сейчас. Давайте, давайте, ребятушки. Все это надо собрать и сделать это надо оперативно. но они почему-то мнут сисю. Интересно, а они травы жрут или из трав только лекарства можно приготовить или приготовлять, как там правильно говорится. Но жратвы не хватает. Явно не хватает еды. Это прям меня очень беспокоит. Ну, реально, население растет, слава богу. То есть, мы не окунулись с вами в демографическую проблему, но теперь вот возникла проблема голода. которая тоже может стать очень критичной для нас. Так, ладно, давайте еще раз все спокойно осмотрим. Итак, наши проблемы заключаются в том, что у нас не хватает жратвы на данный момент. Демографическую ситуацию мы хоть как-то порешали, хотя еще не полностью, но теперь нам не хватает жрачки. Как мы ее решаем? У нас получается будет сад с грецким орехом прекраснейшим. Собрать урожай? Нет, еще рано собирать. И у нас будет скотобаза, так сказать, пастбище. Ну, мне кажется, этого маловато все-таки. Ну-ка, подождите-ка, а если мы... А если мы... А если мы построим еще одно пастбище? Но оно будет, правда, поменьше. Да, давайте построим. Пусть будет, пусть будет, ребят. Честно, я очень переживаю за наших поселенцев, а именно за то, чтобы они не сдохли. Нет, 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 отменить. Как эту херню отменить? Зачем же брусчатку-то делать? Твою ж мать, это можно как-то отменить? Походу, дела нет. Ну, тогда все уж делай брусчаткой. Здесь у нас торговый пост, ну, и надо по-любому, блин, чтобы было, как говорится, красиво нафиг. А нихрена не происходит, ребят. То есть, я не могу, получается, простые дороги заменить брусчаткой. Как и брусчатку не могу заменить простыми дорогами. кто-то сеять, я думаю. Стопе. Да, по ходу дела, дорогу здесь удалить нельзя. Но это как бы реально странно. Прямо очень странно. Странно. То есть, если ты воткнул здесь, как говорится, брусчатку, то брусчатка и будет, да? Ладно, хрен с ним. Так. Здесь, в смысле, можно назначать больше рабочих, да? Типа, тогда будет быстрее, правильно я понимаю? Ну-ка, на фермеров. Аж 9 человек. Но здесь точно двое только должны работать. Просто если их трое, они быстрее ковыряются с урожаем. Так, фермеров 7 из 7 и все нормально. Кстати, стоп, подождите-ка. Для решения проблемы. Можно же просто сделать еще а, мы здесь уже не сделаем, блядь. Я же здесь построил пастбища эти гребаные. Ладно, пусть будет так, хорошо, окей, поехали. Главное, чтобы ресурсы у нас добывались еще. Стопанем сейчас. Так, 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 так. У нас здесь железо, да, судя по всему, лежит. Давайте железо тогда добывать. Железо. Железо, пожалуйста. Пожалуйста, железо добудьте мне. Так. Нет. Вот так вот сейчас выделим. Отлично. Все. Буду добывать железо. Что там с жратвой? Хотя, блин, железо, да хрена. С жратвы нет. Так, нет жратвы и нет камня, да? И дерева нет тоже. Я снова кликаю по кнопочке собрать все. Не отмечаю вот эту вот область. Ее мы будем по-любому расчищать под город. Что у нас там с орехом? Блин, орех очень долго взращивается. Ну да, я был прав, это многолетник и соответственно он будет тут безумно долго вызревать. ну а тем временем наши поля начинают хоть как-то отдупляться. Ух ты, даже здесь на 29 уже завершено строительство торгового поста. Не хватает камня, сейчас у нас проблема с камнем, железо если у нас есть, да и то его не очень много, то вот с камнем прям проблемосы жесткие. Ну рыбака я тоже не могу сократить как и охотника, потому что без них мы реально сдохнем с голода. Вот кузнеца кстати можно убрать, пускай будет на рабочей профессии. Пока что кузнец не треба, так как у нас есть инструмент, да, железный инструмент 108, этого достаточно я думаю. так пока что нету, пока что нету урожая по грецкому ореху, здесь же уже 50% созревания, так подождите-ка а мы можем вот здесь поле организовать или оно не нет, оно не влезет, ладно, хрен с ним. Можно еще вот здесь конечно небольшое поле сделать, но нахрена оно надо? Ох, нихрена, они сколько притораканили железок сюда. Я так понимаю, сейчас они добьют вот это вот, да, вот эти железячки и потом пойдут добывать уже вот на эту площадку, хотя кто-то здесь уже бегает, что-то собирает, отлично. Это просто отлично. Но настроение и здоровье у граждан по крайней мере в норме. Это тоже не может не радовать. Так, что у нас там как? Нормально, нормально, хорошо. Блин, сад, гребаный сад, нахрена я его поставил? Нахер бы мне обосрался этот грецкий орех? Зачем я это сделал? Сам не понимаю. так, ну ладно, окей, пока что все так и оставим. Я думаю, пополняется, продолжает пополняться склад железом, которое нам сейчас не особо-то и нужно. Сейчас для нас главное дерево и камень. У нас даже есть еще недостроенные дома. Нет, наверное, они жрут травы. А что бы они ели-то? Потому что еды нет, вот только сейчас появилась рыба. Еды-то нет вообще. Что бы они жрали-то? Блин, грецкий орех по-прежнему не хочет выращиваться, сходить. медленно, медленно картофель растет. Но я так понимаю, это от того, что я лимиты увеличил или нет? Картошечка моментально уходит в пищу. вернее кукуруза, то есть. Ее не успевают даже собирать, ее сжирают просто сразу же. Как только они приносят ее в амбар, она сразу же уходит в пользу голодающих. Да. Ну, здесь охотник еще должен хоть как-то тащить. А нахрена здесь хижина охотника? Она, блин, полгорода захватывает. Ладно, пусть будет пока. Пока что пусть будет. Вполне возможно, что в будущем мы это все снесем просто к херам и все. И где-нибудь вот здесь вот за морем сделаем этот охотничьи угодья. Ну, охотничьи угодья, лесные угодья и так далее. Сейчас пока что собираем то, что есть. Потому что здесь нам по-любому вот вся вот эта инфраструктура, она нам потребуется для того, чтобы, ну, развивать свой город. Вернее, не инфраструктура, а территория под этой инфраструктурой. по-прежнему овер дохера железа, но нет дерева и камня. Ладно, граждане работают. Октябрь, давайте фермеров наверное снимем. так, это что, это он засох что ли или что? Урожай 0%. А такое ощущение, что он засох, он какой-то не зеленый ни хрена. Ну, хотя сейчас осень может, как бы все такое. Фермер, убираем фермеров. Оставляем только трех для грецкого ореха и ничего больше. Так, здесь убираем. Так, вот сюда вот ставим. блин, они все равно автоматом стоят. Тогда один будет в саду работать. И все, и не канает вообще. Нам сейчас очень нужны рабочие прям позарез. Потому что без работников мы сдохнем. Да они нихрена не делают в этом саду, какого хрена? Идите работайте, уроды сидят там в теплых избушках. Вообще в ус не дуют. А мы тут не можем дома уже несколько лет построить. Я уже молчу об этих о скотниках. Козлы, блин, лентяи, сволочи. Сдохните же с голоду, идиоты. Оленина есть, охотник работает. Охотники это и рыбаки, это по-моему единственные люди, которые здесь работают. Остальные все мнут сиську дружно. пошла жара в хату. По крайней мере, блин, дерево будет. Кстати, надо еще дровосека снять. Он нам пока что тоже нахрен не нужен. Я думаю, что дров тут достаточно будет. Нет, уже кто-то мерзнет. Но они мерзнут только от того, что они были далеко от хижины дровосека, и далеко надо было идти за дровами. Пока, видать, папка ходил за дровами, блин, мамка с детьми замерзла к херам. Ну, ничего, не обморозилось, ладно. Жрать хотят, вот сволочи, Да, я так понимаю, это все происходит, потому что далеко от амбара. Поэтому они не успевают, видимо. Нормально, нормально. Ну, а может, потому что у нас жратвы нету. Что, скорее всего, им просто не хватает еды. О, слушайте, пацаны, скотник наконец-то строится, отлично. отлично. Будем надеяться, что сейчас проблема с едой у нас хоть как-то решится. Сколько, интересно, потребуется сюда людей? Тоже большой вопрос. надо будет все-таки здесь, наверное, амбар делать. Ну, куда они ушли-то? Почему не достроили, блин, уроды? Ё-моё, вот это не Россия случайно, а? У нас так дороги делают обычно, ну, в моем районе, по крайней мере. Разроют все, да нельзя, а потом, блин, полгода их делают. Ну, нельзя как-то кусочками это делать. Разрыли маленький кусочек, быстренько сделали, потом разрыли следующий и так далее. Ну, типа, так гораздо приятнее. Нет, надо все исковырять в ямах, в говне, а потом сидеть и... ну, и хер знает, чем заниматься. Техника стоит, эти стоят, курят, блин, тоже рядом с техникой. Точно так же и здесь, блин. Видимо, это все-таки... Вот эта лень со средних веков еще идет. Давайте, твари. Количество пищи нету. Так, стоп. Стоп, машина, что это? Пастби... Ай, сатана! У нас, короче, некого... На пастбище некого пасти. Блин, пацаны, это засада. Короче, я понял. Самый лучший вариант это вот, это поле. И все. Только поле может нас спасти, ребят. только поля могут нас спасти и больше ничего. Для полей у нас есть все. Картошку здесь будем сажать, садить, как угодно это называйте. И здесь, кстати, сделаем тоже поле. В жопу. Мне надоело, что люди голодают. Это просто недопустимо. я считаю, очень крутая вещь. То есть... Блин, сильно много. То есть, получается, сезонно зимой фермеры свободны абсолютно от своих обязанностей и могут заниматься, например, выступать в качестве рабочего или в качестве строителя. Это оверкруто и никакого абсолютно геморроя не надо. Давайте дровосека наймем. Где он, блин? Там люди начали мерзнуть. И не надо вот это заморачиваться. Короче говоря, здесь нужно купить какую-то живность. Живность, я так понимаю, покупается либо на торговом посту, либо на рынке. Так что этот план был барахло вообще абсолютнейшее. картошку будут садить. Хотя нет, картошка же вот здесь. Да, здесь кукуруза значит. Найс. Давайте фермеров сгоняем. Нам аж надо 12 штук их. Со строителей снимаем пару человек для того, чтобы у нас хоть как-то добывающие ресурсы отрасль работала. Все, начали дохнуть. умер от голода. Отлично. Причем начали дохнуть от голода, пацаны. Это печально, это печально. Но я надеюсь, что сейчас поля помогут решить эту проблему. Почему мы такие маленькие поля сделали? Вот здесь, например, гораздо больше поля. Странно. или может быть на тот момент можно было сделать только такое? Очень странно. Ладно, ждем. Просто выкинули никуда ресурсы на эти два пастбища. Задействовали людей. Но это кстати тоже знаете по-нашински так сказать. Урожай 0%. Слушайте, давайте соберем собрать урожай. Потому что что-то мне кажется здесь уже все давно поспело. А этот индикатор, так сказать, урожай, он просто, ну я не знаю, заглючил наверное. я хизы. Но я пока не вижу, чтобы здесь что-то появлялось. Нет, вот что-то появилось, но я даже не успел прочесть, что это. Грецкий ли это орех? Да блин. так быстро они так быстро это съедают, что просто капец. Нет, скорость вот так. да блин, не успел. Что там появляется? Травы, рыба. По-моему, грецкий орех ни хрена не собирается, пацаны. Ладно, посмотрим сейчас. да, да, с едой начались проблемы, прям лютые проблемы. Жратвы не хватает, посмотрите, люди голодают. Но я всеми фибрами души надеюсь, что вот эти два поля они помогут решить проблему жрачки. Потому что иначе все, иначе приплыли. нормально, пока нормально. Ну и надо, наверное, строить еще одну хижину рыбака. Дровосек голодает, но дрова рубит при этом. Ну смысла ее рядом здесь ставить нет абсолютно никакого, а вот здесь вот вот здесь вот собственно почему бы и нет, да? Дохнут, дохнут люди, ребята, дохнут. И дохнут скорее всего именно от голода. Да, от голода дровосек сдох только что. Капец, мы теряем население. Ну да, еда моментально просто исчезает из склада как только там появляется. Люди продолжают умирать, ребят. Блин, я не понимаю, что пошло не так, в какой момент что-то пошло не так. ну да, у нас сейчас по большому счету только рыба добывается и ну чувак охотится. Три дома уже. Три дома голодают, ребят. Зато железо дохренища. четыре дома. Начали собирать урожай. Все, голодают все. Причем я не понимаю, какого хрена там рыбаки делают, блин. нет, они не успевают, получается. Они не успевают притащить нужное количество жрачки, при этом еще и сами голодают. Ну, пожрала бы с поля там чуть-чуть, ё-моё. Да, 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 ребят, это гэ-гэ, по-моему. дохнут просто, блин, один за другим подыхают, уроды, а. Ну, может быть, это отсеиваются слабые? Может быть, сама природа, так сказать, отсеивает их? Так, найс, вроде восстановилась более или менее. Жаль, что траву нельзя жрать, блин. травы дохрена. Кстати, а по поводу травы, дохрена нам тогда травник нужен? Если он нихера не делает. Все равно голод, да блин, до какого хрена, сколько им еды нужно? Их уже просто огромное количество людей сдохло нафиг. То есть, уже не требуются такие огромные запасы еды. Грецкого ореха я вообще не видел в глаза. Они его там вообще собирают или они там просто, блин, спят где-то под кустом под этим? Так, слава богу, у нас картофель задержался на складе. Кукуруза начала задерживаться. Отлично. Оленина появилась. Ну да, пацаны, большой ошибкой были вот эти вот пастбища. Нужно было строить огороды и как бы мозга не компасировать. И все бы тогда было у нас хорошо и все бы тогда у нас было замечательно. Но вот дернул меня черт, блин, начать строить эти гребаные пастбища, которые нахрен бы, в хрен бы просто не усирались. Но я, видите, я-то думал, что мы здесь сможем какую-то жрачку поднять. Но, как оказалось, нет. Но мы не переживем эту зиму. Вы только посмотрите. То есть, ну, не скапливается урожай, не задерживается в амбаре. Его сразу же разбирают. Еще одна хижина рыбака есть, но пока ее построят, это пройдет очень много времени. 5% урожай. Только сейчас урожай появился, получается. Да, все очень грустно и музыка соответствующая заиграла. Как бы нам, короче, не рипнуться всем поселкам. Очень печально, очень печально, парни. Пока что все очень печально. давайте, давайте, наверное, дом закажем еще один. Просто он здесь вот прям цвет будет. Хотя, не, зачем нахера здесь дом-то? Можно заказать же какое-нибудь другое строение. Так, рынок, торговый пост. Понятно. Вот колодец, например. По центру поставим. Будет центровой колодец. Ну, что там у нас? Картофель 60, рыба 24. Все, это вся еда, которая есть. Без вариантов, пацаны. Без вариантов выжить. Так, охотник 3 из 3. Строителей 5 назначим. Картофеля уже нет. 28 еды, в общем. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Какой же жидкий абиссер был. Какой же жидкий абиссер. И меня до сих пор мучает вопрос, неужели вот эти поля нельзя было построить больше, ну, на начальном этапе игры. Неужели, то есть, это максимальная их площадь. Эти же же мы как-то, ну, сделали большими. Так, о-о-о-о. Оленинки принесли? Хорошо. Хорошо. Может быть, за счет оленинки то мы и выживем. Вытянем это все дело. Ладно, пока добываем ресурсы, заканчиваем стройку. Ну, и там, как говорится, будем посмотреть. Продолжается сбор всех ресурсов от древесины и заканчивая железом. Это радует. Камня по-прежнему не хватает. Железо до хрена. Дрова вроде тоже начинают, ну, вернее, бревна начинают скапливаться. Жратвы опять нет. У нас январь на календаре. Ну, че, я думаю, надо строить получается еще эти гребаные огороды. Ну, потому что другого выбора нет, иначе мы просто не вытянем. ребят. Давайте-ка наваяем еще один огород. По крайней мере, попробуем. Я не думаю, что мы таким образом как-то усугубим ситуацию, а вот то, что мы можем ее спасти, это вполне вероятно. Устроим максимально большое поле. Какое только возможно. так. Слишком велик. По идее, поле 15 на 15 должно быть у нас, да? Так, вот 15 на 15. Попробуем здесь его поставить. ну и посмотрим, что из этого получится. В принципе, здесь только расчистить его надо, не так уж и долго. Так, как нам конкретно? Отлично, отлично. Хорошо, хорошо, стоп. Стоп, машина. здесь здесь нужно аж 4 фермера. Кукурузой засеиваем. Поехали. Так, ну пока февраль, ну хотя не, лучше сразу заранее назначить фермеров, чтобы все было посожено, так сказать. со стройки уберем немножко людей, вот так вот сделаем. 16 получается у нас сейчас требуется людей для ухода за нашими огородами, но вроде бы голода нет, но нас оленина спасла очень сильно, охотник откуда-то притащил оленины, и тем самым мы как-то дошкребли, до весны, ну хотя еще даже не дошкребли, у нас на календаре февраль. Так, ребят, ну, пожалуй, все, на сегодня достаточно, вот так вот на грани просто жизни и смерти, я бы даже сказал, на грани жизни и голодной смерти мы сейчас балансируем, я очень надеюсь, что мы из этой ситуации все-таки выйдем победителями, наше поселение сохранится, и мы продолжим его развивать. Вам спасибо огромное за просмотр, не забывайте подписываться на канал, этим вы мне очень и поможете. Вам же желаю удачи, всем пока и до скорого.